Узнать, сколько времени жители округа проводят в очередях, какие услуги предоставляет МФЦ и каковы перспективы его дальнейшего развития. С такой повесткой в Химкинское отделение многофункционального центра приехал глава администрации Дмитрий Волошин. В 2019 году в стенах центра оказали около 600 тысяч услуг. Чаще всего горожане обращались за получением субсидий на оплату ЖКХ, приобретением социальных карт, а также за помощью в регистрации на портале госуслуг. Особую популярность набирают электронные сервисы. В прошлом году у нас на юбилейном 67Б в соседнем зале был открыт так называемый электронный МФЦ, в которых у нас есть 6 оборудованных рабочих мест, на которых заявители могут приходить к нам в офис с 8 утра до 20.00. И оказываем им помощь наш консультант, он оказывает помощь при оформлении услуг чисто в электронном виде. Всего из 347 услуг у нас 89 услуг, это чисто электронные, то есть их подать в окно МФЦ невозможно, а только надо подавать через портал госуслуг. Дмитрий Волошин поинтересовался у директора МФЦ, как обстоят дела с выделением дополнительных окон в рамках реализации проекта «Мой бизнес», где будут оказывать услуги начинающим предпринимателям. И вот здесь могут находиться два консультанта и один сотрудник МФЦ или как угодно. Помимо окон в МФЦ, в Химках планируют открыть офисы «Мой бизнес», где каждому посетителю гарантирован индивидуальный подход. Сейчас власти подыскивают помещение. Окна – это что-то противное, быстро открыть. Это вполне. Как-то, да? Посетил Дмитрий Волошин и расположенный по соседству МОСОБЛ ЕРЦ. Доступность услуг ЖКХ планируют расширять за счет открытия новых офисов во всех микрорайонах Химок. А в активном долголетии в нашем городе тоже будет? В Волге, в Волге участвуют, да. Очень заинтересованы. Это важно, потому что пенсионеры, чтобы они не учились, приходили не там. В 2019 году от жителей Химок городской МФЦ получил 97% положительных отзывов. Среднее время ожидания составило 3 минуты 21 секунду.